Всем привет! Сегодня у нас в гостях вот такая вот посылочка. Посылочка из магазина JD, долгожданная мною. И сейчас мы посмотрим на нее и я расскажу зачем и что это такое. Итак, это клавиатура Logitech. Те, кто давно подписан на мой канал и следит за моими видео, знают о том, что у меня моноблок Honda, который идет с клавиатурой и мышкой. И у меня возникли некоторые проблемы с ней, о которых я сейчас поведаю. Также мы на них более детально посмотрим. И я хотел еще сказать, что стоимость этой клавиатуры и мыши была 25,99$ на магазине GTM. Итак, давайте распакуем. Вот я специально на фоне поставил клавиатуру, которая сейчас у меня. У меня вот мышка. И давайте распакуем клавиатуру Logitech MK-235. В такой вот она коробке идет. Здесь вот была она закрыта. Я уже разрезал. Давайте будем распаковать. Как только мы открыли, вот здесь вставлен, видите, цвисток. Вот, он вставлен в коробку, а не куда-то в мышке. Вот так вот он выглядит. Все свойственно, качественно компании Logitech. Сама мышка. Мышка маленькая, меньше, чем эта. И мне это не совсем нравится, потому что мне нравятся вот такие вот мышки с высоким подъемом. У меня от них рука не устает. Вот эта меньше. Ну и как в качестве удобства, я думаю, что она будет меньше мне подходить. Ну, она очень легкая. И тут одна батарейка. Ну, даже если взвесить, взвесим. Потому что мне она очень легкая. Она, ну, невесомая. Свесим. Сравним немножко позже. Ну, и выпали батарейки. И где же сама клавиатура? Вот так еще закрывается она здесь. Причем есть инструкция, как вставлять батарейки. И сама клавиатура. Коробку пока отложим. Клавиатура выглядит очень красиво. Клавиатура тяжелая и она тяжелее, чем у ондовской клавиатуры. Но клавиши нажимаются мягче и приятнее. Ой, я там на компьютере что-то наклацал. Ладно, не отключил клавиатуру. Принес ее сюда. Вынял батарейку из ондовской мышки. Она весит 59 грамм. И давайте сверим в Agitech. 48, то есть на 11 грамм она легче. То есть мне не показалось, что она легче. Но с батарейками, наверное... А нет, тут тоже одна батарейка. Давайте сравним. Возьмем икеевскую батарейку. И сравним вес с ней. 78. И... 88, 89. То есть те же 11 грамм разницы. Вытягиваем батарейку, потому что пользоваться этой мышкой я пока не буду, скорее всего. Вот. И мы сегодня перейдем полностью на Logitech. Вот. Ондовская мышка. Вот это вот типа вот такой мышки. Я их обожаю, потому что они немного выше. И мне удобно. Они именно для моей руки удобны. Для каждого, как бы для разных людей, может, разные мышки подойдут. Но мне вот это вот удобно. Здесь ниже. И я сразу чувствую некое напряжение вот в этом месте. То есть, когда она ниже, рука находится ровнее. Здесь она приподнята. И получается, наверное, то ли привычка, то ли я не знаю, как это объяснить. Но вот такой вот момент есть. Я сразу чувствую вот здесь небольшое давление. Ну да ладно. Это как бы терпимо. Главное, чтобы все работало. Здесь вот такой щелчок. Вот скроллит. Здесь есть такое некие потрескивание. Здесь его практически нет. Но идет оно с неким ходом. Батареечка у нас вставлена была вот такая вот. Not for retail sale. То есть, давайте ее и вставим. Дальше буду пользоваться, естественно, вот такими батарейками. Я их не купил несколько. Это икеевские батарейки. И отлично подходят. Вот. Шумят они одинаково. То есть, звук одинаковый. Но немножко, по-моему, разный тон щелчка. Тут ниже, по-моему. Вот. Но это как бы не принципиально. То есть, к звуку придираться. Выглядит все круто. On-Off. M170. Все отлично. Вот такая вот красивая мышка. Надпись Logitech. Она выгравирована. Здесь просто нанесена краской. По бокам у нее, у мышки, вот такое вот трефление. Для того, чтобы рука была, ну, не скользила. И переходим к клавиатурам. Клавиатуры я взвешивать не буду, потому что здесь как бы смысла большого нет. Но первое, что я хочу сказать, это почему я решил обновить клавиатуру. Вы видите, ни на этой, ни на этой клавиатуре нет русского языка. И, как оказалось, для меня я считал, что это будет проблема. Но, как оказалось, для меня это не проблема. Потому что, когда пришла ондовская клавиатура, я планировал поехать сделать на ней гравировку. Но, как оказалось, я владею слепым печатанием. Это для меня тоже была новость. И без всякого дискомфорта я пользуюсь этой клавиатурой. Причем пользуюсь уже, наверное, полгода. Но, может, чуть-чуть меньше. Но сразу заметно, вот по этой клавиатуре ондовской, что места, где чаще всего используются буквы, они затерты. То есть, нанесена вот эта вот гравировка, она затерта, ну, затирается. То есть, вот эти вот буквы. И на эту клавиатуру, даже если навести гравировку, то лучше сразу делать гравировку еще и вот этих букв. Хотя, они немножко здесь вдавлены, их можно маркером, я думаю, нанести или каким-нибудь карандашом, который не смываемый. То есть, навести эти буквы можно. Но, в любом случае, вот этот момент есть. Второй момент, очень важный для меня, это то, что кнопка Windows, я пользуюсь горячими клавишами. И вот эта вот кнопка Windows, она здесь, с этой стороны, только с правой. Мне очень ее не хватает здесь. И я постоянно, то есть, вот сколько месяцев у меня есть эта клавиатура, столько месяцев постоянно эту кнопку пытаюсь вот здесь, вот там, допустим, свернуть все окна, пытаюсь по старой памяти вот так нажать. И потом понимаю, что ничего не происходит, нажимаю вот так, да, там, или открыть проводник. Опять же, опять ничего не происходит. И опять мне нужно вот такое вот действие делать. И я привык, что мышка направо, ну, правая рука на мышке, а левая на клавиатуре. И это очень-очень неудобно, но это лично для меня неудобно. Это основной критерий, почему я решил поменять. Второй критерий, это после того, как батарейки питается он от двух мини пальчиковых батарей, как и эта клавиатура. Вот, но здесь батареек хватило у меня где-то, то есть, первые сели, наверное, месяца за два. И я не знаю, как это так вообще, то есть, что произошло, как бы, как ему нужно пользоваться, чтобы два месяца сели. Клавиатура, Logitech у меня клавиатура, наверное, года с 2009, беспроводная клавиатура, дома использую. Батареек я там менял, ну, раз, наверное, в полтора года я меняю там батарейки. То есть, она реально еле-еле ест, ну, никаких проблем вообще. То есть, я не знаю, ну, на какие тут технологии используются, но Logitech-овские мышки, которые у меня были, клавиатуры, все, оно жрет батарейки еле-еле. Единственное, что там используются две больших пальчика, здесь две маленьких, но клавиатура эта должна быть экономней и дольше работать. Ну, и третий выбор, это, да, то есть, что здесь, вот здесь внутри, как бы, да, то есть, ну, вот эти вот клавиши управления. Я хотел, чтобы они были отдельные и чтобы Shift был побольше, плюс Enter. То есть, здесь я часто попадал там на кнопку Home или на Mlock, то есть, хотев нажать на Backspace. Вместо Enter нажимал Page Down, то есть, ну, иногда вот здесь я ошибался в этих местах. Когда вот здесь, допустим, в этой стороне клавиатуры никаких проблем и все идеально, вот эта вот половина клавиатуры, она не совсем удобна. Ну, как бы, в принципе, клавиатура нормальная и мне нравилась. Плюс, в последнее время почему-то не срабатывает клавиша Ctrl-C. Я не знаю, то есть, ну, нажатие, вроде бы, хорошо все нажимаю. Я связываю это с тем, что у меня воткнуты рядом три подряд Wi-Fi, воткнут Bluetooth и воткнуты клавиатура. Я думаю, что из-за этого, наверное, помехи какие-то, ну, я решил, то есть, эти мучения, да, там, это, как бы, маленькие такие, маленькие недостатки, которые приносили мне, ну, как бы, в общей сложности, приносят мне большой дискомфорт. Поэтому я все-таки решил, хотел изначально выбрать клавиатуру RAP, потом почитал, посмотрел и все-таки за счет того, что у меня с 2009 года беспроводная клавиатура, я помню, я ее за бешеные бабки тогда покупал, дома стоит 2009 года и я всем доволен до сих пор. Она уже облез пластик в некоторых местах, но она работает и работает прекрасно. Поэтому я все-таки решил отдать предпочтение Logitech фирме, которая уже, да, то есть, зарекомендовала себя. Давайте посмотрим. Обратите внимание на кнопки, они по центру, то есть, это наклейки, то есть, допустим, здесь это, как бы, выгравировано и нанесена краска. То есть, есть ямочки и нанесена краска, а здесь они наклейки сверху. Но наклейки такие на практике у меня работают, то есть, не затерлись ничего на моей клавиатуре, которая уже, там, 10 лет почти у меня, и она ничего не затерлась. То есть, такие наклейки, ну, в принципе, они нормальные. Но это минус, если вы захотите сделать гравировку, потому что она будет немножко сбоку, да, то есть, ну, немножко смещены клавиатуры этой с русским языком, то есть, ну, с русскими буквами. Можно найти отдельно, но она будет, естественно, стоить дороже, которая будет, ну, то есть, русская версия. Я же покупал с целью экономии. Как оказалось, что мне не нужны русские буквы, я справляюсь так, пользуюсь я этим компьютером один, поэтому для меня будет достаточно этого. Вот, ход клавиш очень мягкий и бесшумный. Давайте я попробую сильно постучать. То есть, есть такой небольшие щелчки. Вот здесь немножко. Вот здесь ход получается, ну, приятнее. Такой щелчочек, ну, ки-ки-ки-ки-ки. Я даже не знаю, как описать. В общем, приятно. Не знаю, захватит эта камера или нет, или придется вырезать. Это сделал. С обратной стороны у нас маркировка К-235. Выставляются вот так ножки. Я ими здесь не пользовался, потому что их нет. Они здесь, получается, такой подъем, да, и за счет этого этот подъем как бы угол создает. Здесь, скорее всего, буду пользоваться этой подножкой. Нет, наверное, не буду, потому что, положив руку так, у меня опять же начинается сразу вот здесь, не знаю, как там, лучевая болезнь или как. То есть, вот здесь вот начинает сразу болеть. Поэтому мы опускаем. Так удобней. Ну, с этим тоже разберусь. В общем, клавиатура шикарная, очень приятная. Здесь тоже какие-то надписи, маркировки, не знаю, будет, видно, не будет. Вот. И клавиатура от дырки для отвода воды. То есть, если мы прольем сюда воду, их видно здесь. Вот. Такие отверстия. Вот отверстия. То есть, вдруг залили ее водой. Вода просто вытечет снизу и ничего с ней не произойдет. То есть, эта защита как бы интересная. Я на эту клавиатуру ни разу еще воду не проливал. Но вот капельки кофе, допустим, тут у меня есть. Сравнение с адаптерами. То есть, здесь у Logitech закругленные формы. Она выглядит немножко компактной и красивее. Не прошло секунды, я даже не успел зафиксировать. То есть, я только подключил Bluetooth, мышь была включена. Выскочила, что нашло мышь. И она сразу вот работает. Причем ездит, ну, прикольно ездит. Давайте. Клавиатура. Ничего, в общем, не пришлось. Никаких драйверов, ничего. Все отлично работает. Ну, давайте будем проверять. Клавиатура мне очень понравилась. Мышь тоже, как оказалось, удобная. Могу ее смело рекомендовать. Покупал я в магазине JD. Ссылка будет в описании. В принципе, на этом у меня все. Ставьте лайк, подписывайтесь. До новых встреч и удачных покупок.